Итак, друзья, привет всем на канале Atamon of Life. Сегодня начинаю свой новый влог. Как вы видели, если вчерашний влог мой, то я встал в 3.20 ночи, но все-таки я уснул, где-то половина шестого я уснул, сейчас время 7 часов. Я был вынужден встать, еще глаза такие сонные опять же, потому что Глеба меня отправляет в школу. Но Глеб еще спит, и сейчас я его буду будить, отправлять в школу, и, в принципе, мой влог сегодняшний начинает. Итак, я вышел на улицу прогуляться, мне надо сходить в банк, заплатить по счетам в этом году, а там есть за что платить, поверьте мне. Попозже расскажу, когда приду домой, потому что погода сейчас ветреная, может быть, не слышно будет. И нужно сходить в магазин. На улице довольно непрохладно, я как бы не пожалел в том, что одел теплую куртку, более зимний вариант. Так что сначала в банк, а потом в магазин о льде, я думаю, хочу сходить. Так, сейчас пока иду в магазин, здесь поменьше ветра, потому что парковая зона. И хочу сказать, почему я иду в магазин, потому что мне нужно купить кое-какие продукты для сегодняшнего празднования. Сегодня будет небольшое празднование у нас у Инны, так как сегодня день рождения. Если кто хочет, можете написать комментарий, поздравить ее с днем рождения, я ей обязательно все эти комментарии зачитаю, либо она сама зачитает. Вот. И спросят, сколько ей лет, ей 18+. Потому что женщина всегда 18 и плюс эрфарм, плюс опыт. Также и у Инны, сегодня 18+. Вот. Еще хотел вам сказать по поводу тех счетов, которые я заплатил перед Рождеством. Это, конечно, не очень хорошая была новость. В плане того, что, помните, я когда-то, а в принципе, вы еще, наверное, это видео не видели, но вы увидите в ближайшее будущее, я сделаю это видео обязательно. Что у нас были определенные разногласия с джоп-центром по поводу выплат. По поводу выплат. И они начали, как бы, считать весь период с 1 января 2018 года. И вот с 1 января по, получается, 31 марта, за этот период, они сейчас прислали нам Нахцарюнг. Они прислали Нахцарюнг в размере, я скажу, сколько это, практически 300 евро. То есть сейчас пошел, 300 евро заплатил. Если вы скажете, что это ты заплатил за переработку, которую тебе заплатили, нет, за это мы еще будем платить. Я знаю об этом, что когда дополнительно что-то платят, ты должен потом эти деньги возвращать, и мы будем платить где-то в апреле за это. То есть там еще чуть побольше, чем эта сумма будет. Вот. А это совсем другая сумма. Смысл в чем? Они посчитали весь доход от Ютуба за эти 3 месяца. Ну, естественно, там не 300 евро. И посчитали еще плату за билеты. То есть я когда ездил в школу, я покупал билеты в школу, естественно. И потом эти билеты давал, нам эти деньги возвращали. И сотрудница джок-центра, Фрау Икс, посчитала, что это дополнительный доход. Хотя на эту тематику я беседовал с нашей бухгалтерией. Мне сказали, что это не так, и ты не должен эти деньги возвращать. То есть как бы это твои деньги. Но она посчитала дополнительный доход. И так как срок, период, точнее, прошел отчетный уже. Сейчас они еще в данный момент рассматривают мое дело. С 1 апреля по 30 сентября. Еще на рассмотрении находится, я не получил никаких писем. Может быть, будет тоже на акциалинг, то есть дополнительно заплатить надо будет. Может быть, они какие-то деньги вернут. Но я в чем очень-очень не уверен. Уже 2 месяца прошло, как они рассматривают мои претензии. Вот по одной претензии был ответ. Заплатить 300 евро. Да, сейчас я пошел все это заплатил. И так как прошел срок отчетного периода, то они прислали, что отказывают мне в рассмотрении мои претензии. И если я с чем-то не согласен, я могу обращаться в суд, который находится в городе Гота. Это, в принципе, недалеко от нас. Я туда позвонил, в город Гота. Нашел по интернету телефон номер. Мне сказали, что это социальный суд, да, то есть как бы рассматривают эти вопросы. Финансовый план и там подобное. Мне сказали, что можно сделать термин чуть ли не в конце января. А заплатить мне нужно было до 17 декабря. То есть смысл этого термина вообще никак был утерян. И я не стал делать никакого термина. Просто-напросто пошел. Сегодня заплатил. То есть как бы, да, там есть та сумма определенная, которую я должен был заплатить. Это доход от YouTube. Это я вам сейчас скажу. За три месяца у меня было порядка 100 евро. Около 100 евро за три месяца. А остальные 200 с небольшим пришлось заплатить за дорогу. То есть возврат денег, которые мне возвращались за дорогу. Так что таким вот образом мы боремся, мы живем здесь, выживаем в Германии. Но минус в том, что сейчас перед Рождеством получается, что у нас вообще практически нет денег. Просто так, безденежное Рождество на Новый год, да. И, не знаю, будет как-то нужно выходить из ситуации, так как... Ну, и не подарок уже подарен. Окей. Там нужно будет еще подарить подарок маме, моей теще. Вот, у нее будет тоже скоро день рождения. И плюс еще нужно будет подарить подарок Глебу на Рождество. Плюс нужно будет подарить подарок Глебу на Новый год. Ну, там уже какая-нибудь мелочевка. В основном мы здесь дарим на Рождество. И плюс небольшие, но подарочки всем родственникам. То есть как мы будем выходить из этой ситуации, пока я не знаю точно. Просто не могу вам сказать. Вот так, знаете, жалуюсь вам, да, иду, что денег нет. Вот так и есть. Получается, что необоснованно мы, в принципе, заплатили 200 евро из своего кармана. То есть как бы те деньги, которые я платил, мне их же вернули. И опять же эти деньги я отдал, эти 200 евро. Тоже вот напишите, были у вас такие случаи, либо не было. Как я сказал, я с ними не стал спорить. Почему? Потому что это все долго, нудно. И в любом случае, я не знаю, может быть, есть какая-то такая статья дохода, ой, точнее, закона, который действительно говорится, что те деньги за дорогу, которую возвращают, должны считаться дополнительный доход. Бухгалтерии мои сказали, что такого нет, и в принципе, я не должен, точнее, не должны были с меня эти деньги снимать. Потому что даже эти деньги не облагаются налогом. То есть я заплатил 25 евро за Мохан-тикет, за недельный билет. Мне потом этот билет отдал, и мне эти потом деньги назад вернули на карточку. Ну, как я сказал, эти деньги посчитали дополнительный доход. Все, я уже практически подошел к магазину, поэтому сейчас закуплюсь и потом домой. Итак, вот, сейчас я возвращаюсь уже домой. У нас погода все потится и потится, сейчас сильный ветер, и начинается снег с дождем, мелкий снег с дождем. И вот я как раз-таки сегодня, в принципе, вовремя сходил в магазин Альди. Не только для того, чтобы купить Ине кое-что там из продуктов, да? Потому что именно мне нужно было там купить. Я удачно сходил в том плане, что, на мой взгляд, ребенок имеет право, да, хочет верить в чудо. И в этом году, я думаю, что это чудо также сбудется, потому что Глеб получит свой подарок, какой он хотел. А он хотел, он написал уже письмо Вайнахсману, Деду Морозу, да, по-другому, что он хочет либо квадрокоптер, либо холикоптер, то есть либо самолет, управляемый вертолет, либо управляемый квадрокоптер. Вот. Он это письмо написал, положил под елку. Естественно, я его забрал, он говорит, о, Вайнахсман забрал его, значит, я получу подарок. И, в принципе, у меня была идея, конечно, купить и заказать все это в интернете, но там стоит дороже. А сегодня пошел магазин Альди, и там были... Друзья, извиняюсь за ветер, потому что ветер довольно-таки сильный дует. И там были вертолеты управляемые. И я решил все-таки купить этот вертолет, несмотря на то, что мало денег, да, и придется немножко поголодать в этом месяце. Ну, ничего страшного, зато ребенок верит в чудо, и это чудо сбудется, как я сказал. Хотя он знает прекрасно, что не существует никаких Дедов Морозов, говорит, это вы мне дарите подарки, я все это знаю. Но все-таки у него есть та надежда, и он написал письмо ему, поэтому, что все-таки Дед Мороз существует, и что все-таки он получит в этом году подарок. И он этот подарок получит. Так что Глебу повезло. Только вы не должны об этом никто говорить, и Глеб не должен об этом знать. Вот, сейчас я уже иду, как сказал, домой. И потом нужно мне еще подготовиться сегодня, приготовить что-нибудь вкусненькое, покушать. Так как Мина сегодня на учебе, приедет только вечером, и она должна приехать, и уже будет должен готовый ужин. Небольшой праздничный ужин. Так, друзья, я сейчас нахожусь не дома, я нахожусь в центре города Амбольда, иду в магазин Кауфлян, приехал до центра на автобусе. Лентяй такой, да? Могу пешком дойти, но доехал на автобусе. Почему туда иду? Потому что и мне понадобились ингредиенты для выпечки, и в нашем магазине их нет. Нужно только идти сюда, поэтому я иду в Кауфлян. А еще в магазин Кауфлян я иду за семечками. Потому что я очень люблю семечки, иногда их покупаю. Один раз в неделю обязательно покупаю семечки, два пакетика. Стоит один пакетик 300 грамм евро 59. Друзья, еще хотел сказать про минус маленького города. Это сообщение. Посмотрите, за мной находится буст банков, и он пуст. Так как время у нас уже 19 часов, а автобусы передвигаются только до половины седьмого. Половина седьмого, последний автобус, и все на этом. Так, друзья, я буду заканчивать на сегодняшний свой видеовлог. Сейчас у нас время уже 23. 23. 23. 23. 23. Интересно. Вот. Что сегодня произошло еще интересного с того момента, когда мы последний раз с вами включались. Сходил я в магазин, как вы уже знаете. После этого я пришел домой, и в ютубе нашел довольно-таки интересное видео. Сейчас я вам хочу сказать, что это называется. Называется «Секрет миллионер». Эту программу выпускает программа «Пятница». Телеканал «Пятница», извиняюсь, программа «Пятница». Телеканал «Пятница» довольно-таки интересный, мне понравился. И я посмотрел буквально, наверное, три серии, которые были у них подряд. И там пролетело три часа. И сейчас я почитал ваши комментарии, которые мне пишите. И хочу выделить один комментарий, зачитать его. Потому что это реальный комментарий. На самом деле так и есть. Я не знаю, почему другие именно поступают так. Зачитываю комментарии. Леша, здравствуйте. Вот, смотрю на комментарии людей. И мне интересно, зачем смотрят ваш канал, если им ничего не нравится. Странные люди. Может, это мазохизм? Может быть. Снимайте, рассказывайте обо всем. Вам это нужно. И у вас есть свой зритель, который вас поддерживает. Любая работа нужна. И пробуй себя в разных ипостасях. Приобретается опыт и есть возможность выбора. Удачи. Спасибо за такой комментарий. Действительно, почему я сделал акцент именно на этот комментарий. Потому что комментарий реальный. И я тоже не понимаю тех людей, которые смотрят мой канал и которые пишут, что им это не нравится. Здесь им скучно. Вообще, вообще ничего не нравится на моем канале. При этом они его смотрят и пишут комментарии. И также правильно написано по поводу «Попробуй себя в разных ипостасях, приобретая опыт». Так и есть на самом деле. Я пробую, учась на профессию «Хотель Фахман» в разных направлениях. И это, в принципе, очень хороший принцип обучения здесь, в Германии. «Дуаляус билдинг». Когда ты и учишься, и работаешь, ты на работе, на практике, да, пробуешь себя по этой специальности. И именно не в одном направлении. Там не хаус-кипинг все три года. Не рестораны все три года. А именно ты работаешь в каждом отделе по этой специальности, что связано. Допустим, как я говорил, это была и кухня, это были и рестораны, это был и хаус-кипинг. Сейчас бухгалтерия у меня. Это все интересно. То есть мне интересно поработать. И я вижу, что, допустим, в бухгалтерии, либо там, где я паковал, сидел письма, да, мне было неинтересно это делать. Мне нравится больше бегать с подносами, с разносами, как вы пишете, по ресторану и обслуживать клиентов. Да, мне это больше нравится. На рецепционе я еще не был. Может быть, мне там больше понравится. Как я сказал, что мне не нравится однотипная, однообразная работа. Я такую работу просто ненавижу. Еще раз повторить. Ненавижу такую работу однотипную. И сколько бы денег не давали мне на той или иной работе, где она будет однотипная, я там не буду работать никогда. Поверьте. Никогда. Это для тех, кто плохо понимает, кто плохо слышит из моих зрителей. И я еще раз повторяю, что ненавижу такую работу однотипную и не буду там работать никогда. То есть, это какие-то различные фабрики, где стоять надо на конвейере. Это какие-то различные, я не знаю, сидячие работы, касаемые, может, перебирания каких-то документов и тому подобное. Но смотрите, опять же, сидячая работа различается от сидячей работы. Я, когда учился на курсах Бэтсвай, проходил практику один месяц. Бэтсвай – это организация, точнее, один человек, женщина-предприниматель, которая занимается учетом ваших налогов и моих в том числе. То есть, вы работаете, с вас вычитают налоги, и потом вам нужно делать налоговую декларацию. Она занимается тем, что делает эти налоговые декларации. Хотя у нее работа и сидячая, хотя она делает одно и то же, да, но она у нее все-таки интересная. Почему? Потому что за этот месяц, за этот месяц, пока у нее был, мы, наверное, около 12-15 раз выезжали по разным адресам, прям на квартиру к клиенту. То есть, это тоже интересно. Она не сидит постоянно на месте. То есть, это какие-то выездные поездки, это какие-то оформления документов. Да, ты сидишь большую часть времени, занимаешься в офисе, но все равно у тебя есть какие-то выездные поездки. И это уже смена обстановки, которая мне нравится. То есть, она делает именно так, чтобы... Она, допустим, работает-работает, но один раз в день, как минимум, она куда-то выезжает. И она, как я говорил, меня брала с собой на эти выездные поездки. И это интересно тем, что ты приезжаешь к человеку, ты общаешься с человеком, у тебя меняется твоя обстановка, хотя ты делаешь свое дело. То есть, это все тоже отличается. И это, как я сказал, такая работа, если где-то стоять на конвейере, либо сидеть, паковать письма, это не для меня. А если что-то связано с переменной обстановкой, это для меня. Не буду долго вас мучиться по этому вопросу, как я уже вам сказал. Ненавижу работы, которые нудные и однообразные. И никогда не буду на этой работе работать. Буду работать на тех работах, хоть какая она будет сложная и малооплачиваемая, но я буду лучше работать на той работе, где, естественно, есть смена обстановки. Где есть общение. Для меня очень важно общение. То есть, я знак зодиака Овин. И для меня очень важно общение. Запомните это. Овин, общение. Овин, общение. Овин, знак огня. Огонь, общение. Огонь, общение. Вот так. Таким вот образом. Ну что, как я сказал, на сегодня буду заканчивать сегодняшний видеоблог. Я сегодня вам много интересного рассказал. Рассказал по поводу того, что пришлось нам платить по счетам в конце года перед Вайнахтеном. И то, что следующий третий адвент. Делал акцент специально на эти слова. Потому что у меня же здесь многие мои зрители учат, как правильно нужно произносить. Спрашивают, сколько лет мне нужно прожить в Германии, чтобы произносить правильно эти слова. Это мой канал, как я произносил слова. Точнее, как я хочу произносить слова, так я и буду это делать. Вам не нравится? Чус. Кому нравится, остаются, смотрят мой канал и продолжают наблюдать за моей жизнью в Германии. По поводу поездки. Сейчас я нахожусь в отпуске. По поводу поездки во Фридланд. Пока все не определено. Как я сказал, если хотя бы наберется половина денег от стоимости поездки. То есть 27,5 евро наберется, если в донатах. Либо как-то вы перечислите. Просто, может быть, кому нужна эта поездка, тогда я поеду. Если нет, то, к сожалению, нет. Потому что я уже вам рассказал о своей ситуации с деньгами. Все. Буду заканчивать на сегодняшний день. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. Те, кто еще не подписался, подписываемся на мой канал. Ставим колокольчик, нажимаем на колокольчик. Это самый первый, чтобы узнать всех тех видео, которые выходят на моем канале. Как всегда, обычно ставим лайки, либо дизлайки. Встретимся завершен в видеовлоге с вами. И всем без байт. Чус.